МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слана Петровна, добрый день. Служба безопасности вашего банка. Еще мгновение доступ к деньгам был бы у мошенников. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды. Звякнув банк сама и положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066-32166. Также вы можете задавать вопросы нашим гостям по WhatsApp-номеру плюс семь четыреста одиннадцать два три два ноль ноль шесть шесть. Итак, о том, как противостоять мошенникам. Сегодня в нашей студии расскажут сегодняшние спикеры. Это Татьяна Дроздова, главный экономист отделения Банка России по Республике Саха-Якутия, лектор финансового просвещения Банка России. Татьяна Борисова, руководитель Центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия. И Георгий Михайлов, старший оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий управления уголовного розыска МВД нашей республики, старший лейтенант. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. И вообще тема финансового мошенничества, конечно, далеко не нова, но последние события все-таки обескураживают. Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, каким образом несчастные пострадавшие от действий финансовых мошенников вдруг превращаются в их сообщников? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, злоумышленники у нас очень изобретательные. Мы все об этом знаем. И новые схемы обмана придумываются вот буквально каждый день. И по несколько даже бывает схем в день. И казалось бы, что, в принципе, уже все знают про мошенников, и все должны быть как-то бдительны и внимательно к этому подходить. Но, тем не менее, мошенникам все-таки удается опустошать карманы, ну, то есть счета, да, наших граждан. И вот организаторы преступных схем работают не только из России, но бывает и за рубежа. Это же дистанционное мошенничество бывает. И поскольку они хорошие психологи, они могут не только выманивать сбережения, заставлять брать кредиты, убеждать, да, но и вовлекать. Каким образом это происходит? Схем бывает несколько. Ну, вот давайте обсудим ситуацию, которая была у нас вот буквально недавно, в этом году. Как попались наши две якутянки? Аферисты вышли на одну из женщин, 65-летнюю якутянку, и убедили ее сначала перевести свои сбережения, потом взять несколько кредитов и перевести все это на некий безопасный счет. Хотя мы говорим всегда, что неких безопасных счетов не бывает, уже это должно было насторожить. Но, тем не менее, она подумала, что она участвует в операции спецслужб по поимке кибермошенников. И поэтому она посчитала, что ее помощь прямо необходима, и она повелась вот на эту вот уловку. Но мошенникам этого оказалось недостаточно, и они решили, что они могут ее использовать и в дальнейшем, в так называемом дроперстве. Дропер или дроп, его еще по-другому называют, это люди, через которых мошенники выводят похищенные деньги, то есть обналичивают. И в этом случае они сказали, что нужно провести еще один секретный ход, и ей нужно будет встретиться с другим таким же человеком, который также участвует в этой схеме по поимке мошенников. Нужно будет получить от нее деньги и перевести их через банкомат на некий тоже безопасный счет. Две женщины встретились, они узнали себя по... Им описали их приметы, дали специальный пароль. Второй женщиной оказалась 75-летняя жительница Якутска. Они встретились в торговом центре, и эти деньги... Одна передала второй деньги, да, наличные. И они эти наличные деньги внесли в банкомат на некий безопасный счет. Через некоторое время одна из женщин поняла, что она является... Вот в мошеннической схеме участвует, и она обратилась в полицию. Полиция вышла на другую вот эту вот пенсионерку. Получается, схема была какая? Люди, карты этих людей использовались для перевода денег. Люди снимают эти деньги наличные и за некое вознаграждение отдают, я так называю, работодателям. Вообще, мошенники могут, например, позвонить и предложить, сказать, вот у нас есть такое предложение, делать особо ничего не надо, но вы будете получать какой-то процент от деятельности. Если человек соглашается, то они берут его данные банковского счета, банковской карты, и переводят деньги от людей, которые попадаются на мошеннические уловки. А этот человек, который деньги перевели, снимает их наличкой, небольшую сумму оставляет себе, а остальные дают так называемому работодателю. Это вот люди называются дропов или дропперы, их еще называют, да? Ну, здесь название... То есть за счет других? За счет других, да. Причем схемы бывают какие? Человек может сам согласиться на то, чтобы выпустить карту и использовать эту карту для обналичивания. Вторая схема — это когда человек не знает, что его карту используют. Он, например, где-то утерял какие-то данные свои, сообщил кому-то, и на его имя выпустили карту. И мошенники этой картой пользуются, человек вообще не знает, что через его карту проходят данные. Либо, например, якобы сотрудники банка могут позвонить человеку и сказать, вы знаете, вот мы не можем выполнить продажи по выпуску карт. Давайте мы за некую сумму на ваше имя карту выпустим, ну а вы нам ее просто отдадите. И вот эти карты передаются другим людям, которые выводят эти деньги обналичку. И человек в итоге получается, что он даже может не знать, что он является соучастником преступления. Его карта используется в таких целях. А что должно, какие слова должны человеку напрять, что ли, подсказать, что он сейчас действует не так, неправильно? Ну, начнем с того, что сотрудники Центрального банка, ну и Следственного комитета не предлагают, в принципе, поучаствовать в каких-то расследованиях и помочь в раскрытии преступлений. Сотрудники Центрального банка Российской Федерации, они вообще не звонят физическим лицам, исходя из того, что физлицы не являются нашими непосредственными клиентами. Мы все-таки, они работают через коммерческие банки. И уже одно имя, Центральный банк, название, оно уже должно насторожить. Кроме того, если с вами речь идет о деньгах, о переводе денежных средств, о взятии кредита, это та информация, которую вы должны сначала обдумать, прежде чем что-то совершить. Конечно, самое идеальное, это вообще не брать трубку, если звонит незнакомый номер. Но это в идеале. Мы же не можем совсем не брать, вдруг мы ждем какого-то звонка, что-то. Когда вы поднимаете трубку, вы, конечно, сосредоточиваетесь на этом звонке, не отвлекаетесь. И когда с вами начинают говорить о деньгах, о переводе средств, о взятии кредита, о каком-то легком заработке, положите трубку, обдумайте информацию, свяжитесь с той организацией, от имени которой вам якобы звонили, вот этой организацией, и только после этого принимайте решение. Я еще слышала, что есть такой интересный метод, схема новая, да, якобы звонят от имени руководства. Вот, Георгий, расскажите об этом, и тоже как следует узнать, насторожить, что должно человека, которому поступил такой звонок. Как правило, при данной схеме мошеннических действий злоумышленники используют приложение мессенджер, WhatsApp и Telegram, ставят на аватарку фотографию высокопоставленного руководителя какого-нибудь, который наверняка вот знает, что вы ему не позвоните сами, либо не дойдете до него, и, ну, это, как правило, может быть по-разному, может быть непосредственный руководитель вашей организации, и говорит, звонок руководителя, вот одна из схем, вот из-за тебя у меня начались проблемы с ФСБ, якобы с ФСБ вот наш куратор, быстро свяжись с ним, или он тебе сейчас перезвонит и объяснит тебе все, и делай, да, все ему скажи, делай, как он говорит. И человек уже, будучи введенным в заблуждение и полностью доверившись, так как ему дал указание руководитель, человек уже начинает, и вот по этой типичной схеме, когда вот позвонил сотрудник ФСБ, начался безопасный счет и так далее. В данном случае лучше перезвонить, не побояться перезвонить, лучше самому руководителю и убедиться в этом, нежели чем вот вы понесете финансовые потери от этих. А что делает, если вот, допустим, человек уже все рассказал, все свои личные данные, номер карточки, вот, ну, поверил, тому же руководителю своего производства. Ну, если он уже сообщил все свои данные, там, пароли, коды из СМС, это самое главное, срочно заблокировать карту. Заблокировать карту можно разными способами, ну, первое, это позвонить по номеру телефона, который на оборотной стороне карты, это 8800, он начинается, это бесплатный номер. Можно в мобильном приложении у себя в онлайн-банке это сделать, ну, можно прийти в банк и написать заявление. Ну, вот нужно сделать это как можно быстрее. Самое первое, это позвонить, легче всего. Татьяна Владимировна, вы говорили о том, что вот первый случай, да, про двух женщин-якутянок, 75 лет, да, женщина была одна. Получается, что с жертвами мошенников чаще всего становятся люди, как бы уже старшего возраста, или не обязательно? Нет, не обязательно. С жертвами мошенников у нас становятся не только пожилые граждане, но и уже молодые, да, в том числе подростки, дети, взрослые, но в основном, как бы, средний возраст, да, 29 лет, 49. Ага. И преобладает женщина, 55 процентов. Женщины в основном, то есть более доверчивые тому, да? Более доверчивые, да. И работники бюджетной сферы. Если ранее были работники, например, медицинских, как бы, да, структур, во время пандемии они получали повышенную зарплату, или вахтовики, то на сегодня это бюджетные работники. А почему? Почему так происходит? Мы такие, ну, как, мы более доверчивые. И наш вот сам менталитет тоже такой. Почему республика Сахая-Кутя, извините, стоит на втором месте по мошенничеству в России, после Московской области? Вот этот менталитет тоже играет свою роль. После Московской области, это уже о чем-то говорит, да? А вообще является ли финансовое мошенничество экономическим преступлением, Георгий? Ну, зависит от способа. Ну, чаще всего эти преступления являются как в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, то есть использованием средств связи и интернета. То есть они не относятся к экономическим преступлениям. Не относятся? Не относятся. Ну, тоже смотря от способа. То есть может быть статья, звучащая как мошенничество, но она может относиться либо к экономической сфере деятельности, либо уже к информационно-телекоммуникационным. То есть от способа зависит посредством использования. То есть удаленно, либо уже какие-то экономические схемы. Ну, так или иначе, вообще вот последние годы замечается сильный рост, вот число от мошеннических схем. Вообще с чем вы это связываете? Почему это происходит, как вы думаете? Ну, на самом деле у нас развивается интернет, развиваются технологии, у нас развивается дистанционное обслуживание. И вот это вот развитие, оно позволяет мошенникам использовать вот это пространство, потому что там же анонимность, там трансграничность. Человек не привязан к месту, например. И поэтому вот развитие этих технологий граждане не всегда хорошо знают инструменты, не всегда хорошо разбираются в этих услугах, и поэтому вот они идут на поводу у мошенников. Это, наверное, одна из причин. Это вот развитие технологий, развитие интернета, такое скоростное, за которым наши граждане не всегда успевают вот всё отследить и всё учесть. Это вот одна из причин. Но я думаю, Георгий, меня добавит что-то? Да, хотелось бы добавить то, что вот в связи с тем, что развивается эта сфера нашей жизни, очень легко стало получать кредиты в банковских организациях. То есть ты, сидя дома, можешь оформить кредит через сотовый телефон. Не нужно. Не обязательно идти в банк, чтобы простоять там в очереди, и так далее. То есть это тоже один из факторов. Пока ты будешь идти в банк, ты, в принципе, можешь успеть передумать. А сидя дома, ты можешь быстренько оформить кредит и перевести денежные средства. То есть стало проще, получается. Да, стало проще. Я добавлю, да. Есть тенденция, что мы приобретаем товары через приложение. Вот там тоже очень много финансовых схем. Так, мы об этом обязательно поговорим. Ну, да, я уже подготовила даже специально про этот вопрос. А вообще какие меры Банк России принимает для борьбы с кибермошенниками? Ну, Банк России всегда принимал меры. Еще в апреле 22-го были выпущены рекомендации банкам, чтобы они отслеживали вот эти вот счета, телефоны, карты, которые попадают в базу данных. А в октябре 23-го уже было заключено соглашение между МВД и между Банком России, и где собираются все вот эти вот данные по счетам, по картам, по телефонам. Если уже хоть раз они засветились в мошеннических действиях, то это собирается в единую базу данных. Эта единая база данных, она распределяется по всем банкам, она доступна всем банкам. И банки проводят, когда операции, им рекомендовано на эту базу обращать внимание. Уже с июля этого года это станет обязательным. То есть у банков должен быть период охлаждения, двухдневный период охлаждения. Если человек переводит деньги на счет или по номеру телефона, который есть в этой базе данных, коммерческий банк обязан на два дня приостановить операцию и уведомить об этом клиента. Если он этого не сделал, и деньги ушли на этот счет, который есть в этой базе, то банку придется вернуть человеку деньги после его заявления в течение 30 дней. Но это заработает в том случае, если человек все-таки в этот двухдневный период охлаждения пришел в себя и понял, что деньги он отправляет на тот счет или номер телефона, который есть в этой базе данных. Вот банк его предупреждает и дает ему два дня на это. То есть вы сказали, что это с июля уже будет действовать? Да, с июля 2024 года этот закон вступает в силу. Его приняли еще в июле прошлого года. То есть там были учтены наработки Банка России. Как раз это общий такой федеральный закон, который был совместно с МВД, со всеми разработан. Ну вот и вот приняли это с июля. И в этом же законе предусмотрено, что банки имеют право отключать дистанционное обслуживание тем клиентов, которые будут в этой базе. То есть дропом, грубо говоря. Но только в том случае, если информация в эту базу данных поступила от МВД. Потому что если она будет поступать от банков, то им будет рекомендовано смотреть. А от МВД это уже информация, которая законодательная, она уже туда вот поступает. Поэтому вот это вступление в силу этого закона, оно должно помочь уменьшить вот это число преступлений. Потому что если дропером ограничить их дистанционное обслуживание, то мало кто пойдет в банк для того, чтобы снять деньги и предъявить свой паспорт. Также они приходят в банкомат, снимают деньги, обналичивают и отдают. А так придется прийти в банк, в кассу, показать паспорт и снять деньги. Это будет уже как бы их ограничивать. И приняты методические рекомендации для кредитных организаций. Они тоже вступают в силу в июле этого года. И там как раз разработаны скрипты для менеджеров, которые в банках сидят. Если они видят, что человек находится под воздействием, какие меры они должны применять. Кроме того, банковские приложения должны быть с антивирусом. И должны человеку предлагаться такие программы, которые будут показывать, что звонят с телефона, которые есть в мошеннической базе данных. Ненадежный телефон. Ненадежный телефон. А вот вы сказали под воздействием, да, и какие меры должны принять. А вот о чем вы говорите? Что за воздействия и какие меры? Бывает так, что менеджеры банка уже сейчас видят, что человек находится под воздействием, да, а он приходит брать кредит, оформлять. При этом у женщин бывает наушник прямо в ухе, да, волосами прикрытый. И менеджер банка прямо прекрасно видит, что человек выполняет указания. Читые указания. И они пытаются с ним разговаривать, а человек не поддается. Идет на контакт. Идет на контакт. И вот сейчас рекомендуется прямо разработать скрипты тех слов, которые должны говориться, но они будут разрабатываться тоже и с психологами, и со всеми, чтобы человек наконец-то понял, внял тебе и как-то отреагировал на тебя, вот ушел из-под этого воздействия. Как интересно вы рассказываете. Дорогие друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 32 0066 32 11 66. Также у нас работает WhatsApp номер. Плюс 7 411 2 32 00 66. Пожалуйста, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о финансовом мошенничестве. Есть еще такой вопрос, да, до рекламы, наверное, успеем ответить на него. По поводу криптовалюты, Георгий, вот насколько активно мошенники используют криптовалюту? Ну, криптовалютой мошенники пользуются, то те же самые дропы при обналичии денежных средств, уже мошеннических, они, ну, часть может, часть денежных средств уже после снятия могут перевести на какие-либо подконтрольные себе банковские счета и уже впоследствии приобрести криптовалюту и уже дальше перечислить злоумышленнику, который непосредственно звонил потерпевшему нашему. В таком случае финансовый след почти... Незаметен, да? Да, как бы криптовалюту отследить. Но реже, наверное, все-таки, да, такие схемы проявляются, чем с наличными деньгами? Ну, как? Они, потерпевшие, переводят денежные средства якобы на безопасный счет, на счет, который подконтролен дропом. Дропов наличивает и после этого уже переводят на криптовалюту. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о финансовом мошенничестве. Сегодня в студии со мной Татьяна Дроздова, главный экономист отделения Банка России по Республике Саха-Якутия, лектор финансового просвещения Банка России, Татьяна Борисова, руководитель Центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия, и Георгий Михайлов, старший оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и управления уголовного розыска МВД. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, пишите, задавайте вопросы нашим специалистам. Георгий, расскажите, пожалуйста, какие еще схемы используют мошенники? Ну вот с наступлением весны, буквально в течение месяца, чаще всего стали использовать схемы, как звонок на стационарный телефон, и якобы какой-либо родственник попал в беду, там ДТП, ну все что угодно может быть, и необходимо отдать денежные средства, вот курьеру, который придет, и эти денежные средства уже будут распределены на лечение человеку, у которого якобы пострадало действие родственника, которому звонят. И чаще всего это бывают пожилые бабушки, они верят этому, и говорят, вот якобы у вас столько-то часов придет наш сотрудник, заберет вы денежные средства, положите в постельное белье, заверните в пакет, и передайте нашему там водителю, сотруднику и так далее. На этот случай мошенники уже готовят своего курьера, то есть они находят человека, который эту работу сделает, через телеграм чаще всего они общаются, готовят, и он оставляет себе процент от переведенных денежных средств. Человек приходит, забирает эти деньги, переводит их на счета, которые мошенники ему диктуют, вот этому курьеру, и как бы все. Но уголовная ответственность с этого человека не снимается, он уже идет как соучастник этого преступления, так что вот люди, которые захотят легко заработать, будьте внимательны, внимательны, да, потому что ответственности с этого человека не снимается. Ну, схема-то старая, да? Схема старая, но все чаще, вот буквально в течение месяца уже около 4 или 5 эпизодов вот в Якутии было, не только в городе Якутске, но и в больших городах... России? Нет, не Якутии, да. Вот, и второй способ, я хотел бы сказать, тоже чаще всего начинают использовать, помимо вот звонка сотрудника банка, полиции, ФСБ, прокуратуры и инвестиций, это начались звонки оператора связи, то есть звонящий представляется оператором какого-либо... Сотовой связи. Сотовой связи, и предлагает продлить договор там и так далее. Будьте внимательны, потому что после того, как вы с ним вступите в разговор, уже попросят продиктовать номер банковской карты, счета мобильного банка, после чего продиктовать код из СМС, получат доступ к вашему мобильному банку, могут либо оформить кредит быстренько, либо имеющиеся денежные средства перевести на свои банковские счета. Так что будьте внимательны, не нужно... Либо вообще не отвечайте, либо никому не диктуйте номера банковских карт, счетов из... Код из СМС. В последнее время, вот я сама лично стала замечать, что вот телефон прям показывает, возможно, это спам, или, возможно, вам звонят мошенники. То есть на такие вот предупреждения, да, настоящих операторов сотовой связи нужно реагировать и обращать внимание. Татьяна Кентиновна, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности, чем занимается Центр компетенции по финансовой грамотности нашей республики? Региональный Центр компетенции по финансовой грамотности был образован в 21-м году на базе финансово-экономического колледжа. Нашими главными, да, скажем, координаторами это Министерство финансов и Министерство образования. Также у нас есть соорганизаторы. Мы работаем с очень многими уже ведомствами нашей республики. Работаем согласно стратегии повышения финансовой грамотности и финансовой культуры России до 2030 года. Стратегия была утверждена в октябре прошлого года. Правительством Российской Федерации. И, конечно же, у нас в республике есть своя программа региональная на 2024-2027 год. Мы по направлению финансовой грамотности, да, в части финансового мошенничества работаем очень тесно с Национальным банком России и с МВД. Работа у нас ведется в целом с, соответственно, нашими организаторами, но мы в основном работаем в части просвещения. Просвещение у нас начинается со школы садиковского возраста, то есть детей, проводятся лекции в трудовых коллективах, да, это по запросу уже. Также у нас есть очень интересный проект, который в прошлом году вошел в топ лучших проектов в России «Финансовый экспресс». Часто же говорят, что финансово неграмотный человек как раз и становится жертвой мошенников. Вы согласны с этим? Да, да. А что такое вообще быть финансово грамотным человеком? Финансовая грамотность это не только как бы, да, правильно распоряжаться своим доходом, расходом. Люди так и понимают. Ну, по идее, это очень обширная тема. Здесь у нас идет и знание в области банковской системы, да, просто, как бы, скажем, о кредитах, знание налоговой системы, налогов, льготах, льгот, да, оплаты, пенсионные, как бы, реформы, социального страхования, конечно же, финбезопасности. То есть такой огромный спектр получает. Спектр очень огромный, да. Финансово грамотный человек на сегодня это успешный человек. То есть мы сегодня идем не только к финансовой грамотности, но и к финансовой культуре в общем. К успеху. К успеху, да. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию или задавайте вопросы по WhatsApp номеру. У нас сейчас есть один вопрос. Обманутый клиент, отправивший кредит мошеннику, оплачивает ли этот кредит, если не успеет погасить и умрет? Кто погашает? Неужели наследники? Такой вот вопрос от зрителя, от слушателя. Пожалуйста, Татьяна Владимировна, вы, да? Ну да, я постараюсь ответить на этот вопрос. Если вы взяли кредит под убеждением мошенников, в любом случае вы поставили там свою подпись, вы подписали договор, а подписав договор, вы соглашаетесь со всеми его условиями. И, соответственно, договор вы подписали от своего лица. Вы будете выплачивать этот кредит, потому что вы взяли его на себя. И, ну, что касается наследников, здесь вопрос будет стоять юридически, если человек вступает в права наследства, он получает и не только доходы, но и все обязательства он тоже берет на себя. Это уже юридическая сторона. А как-то может доказать, что вот это не я виновата? Вот со мной мошенники поработали. Вообще были такие случаи? Ну, допустим, если в микрофинансовых организациях на ваше имя оформляют кредит, то есть шанс оспорить этот момент. То есть, если вы сами не оформляли этот кредит, а за вас это, получив доступ к вашим личным данным, мошенники оформляют на ваше имя кредит, то и в порядке гражданского судопроизводства есть возможность списать вот эти долги и исполнительное производство, то есть от вас уже как правильно сказать? Ну, заявление подать в полицию есть право у каждого. Когда человек берет кредит под воздействием, он тоже обращается в полицию и говорит, что я вот случился. И это уже в судебном порядке решается. Здесь уже юридическая часть вопроса. А вообще какие типичные финансовые ошибки вы можете отметить, Татьяна Анатиньевна, возвращаемся к вам. в отношении? А типичные финансовые ошибки какие вот чаще всего допускают люди? Финансовые ошибки? Ну, в основном, наверное, это когда они берут много кредитов. Это финансовая ошибка, да, самостоятельно берут кредиты, погашают с очередным кредитом, да, берут займы, погашают с очередным займом. И, конечно, здесь все равно свои доходы, расходы нужно изначально определить. То есть вы знаете, что в таком этом месяце у вас столько будет доходов, расходов столько-то. Если вы берете больше кредитов, значит, вы сами намеренно идете на этот шаг. Здесь уже нужно все равно лучше оплатить просрочку, чем платить новый кредит. у нас как раз есть вопрос по поводу кредита. Сколько кредитов можно брать? Ну, здесь я не помощник. наверное, так не понять. вы что можете сказать? Ну, сколько кредитов, это зависит от возможности человека. Я бы хотела сказать, что прежде, чем взять кредит, вы должны хорошо подумать. И вы должны понимать, что комфортный платеж ежемесячный, это не выше 30% вашего ежемесячного дохода. Вот если у вас 5 кредитов на небольшие суммы, да, но ежемесячный платеж по всем кредитам совокупности не превышает 30% вашего дохода ежемесячного, это в общем-то нормально. Но если у вас один кредит и платеж по нему ежемесячно 50% вашего дохода, это уже плохо. Не важно количество, важно сумма и важно, когда вы берете кредит, вы проводите финансовые расчеты и вот сумма ежемесячного по всем кредитам не должна превышать 30% вашего ежемесячного дохода. Это основное правило. Исходя из него, вы можете рассчитывать, какое количество кредитов вы можете потянуть. Так, спасибо за совет, нужно обязательно это запомнить. А вообще, как правильно ценить свою финансовую грамотность? Татьяна Кентьевна. Финансовую грамотность ценить, то есть, если вы, у вас как бы нет, скажем, задолженности по каким-то выплатам, это может быть и налоги, коммунальные платежи, да, вы все равно, когда получаете доход, вы изначально оплачиваете свои первые, как бы, скажем, платежи. Они, какие у нас первостепенные, что мы должны выплатить. То есть, у нас есть формула, скажем, да, Элизабет Орен, знаменитого экономиста, 50, 30, 20. То есть, 50 мы должны отложить на повседневные нужды, 30 это на развлечения и 20 на положить на черный день. по идее. расходов в день, в месяц, в квартал, в год. То есть, и также приобретение каких-то, может быть, вещей. Мы же планируем приобрести телевизор, да, там, бытовую технику, поездку какую-нибудь. То есть, мы для этого копим. Или берем новый кредит. Это тоже разные вещи. Вот этот кредит нам опять нужно будет погашать. Вот здесь нужно все равно отрегулировать и самим уже рассчитывать свои будущие платежи. Это и будет стратегическая цель. Кто-то и где-то этому обучает, если говорить не о школьниках, не о детях, а о взрослых. Куда можно обратиться за такими знаниями? Ну, за такими знаниями обычно, как бы, мы и говорили, да, мы в уходе, уезжаем на лекции по финансовому мошенничеству. Это в городе, если добрать, да, в Якутске. Но у нас есть такой проект «Финансовый экспресс». Мы уже в 1923-24 год были в 11 районах. Вот буквально позавчера я вернулась с Нижнеколымского района. То есть, в основном там у нас идет как бы работа по просвещению населения в области финансового мошенничества и работы для образовательных организаций. Но помимо этого все равно мы читаем как бы лекции, да, проводим круглые столы, где люди задают вопросы по налоговым вычетам, по вот этим кредитным историям, даже как кредитный, как финансовый юристный выступает. Бывает такое. И там мы, только не мы работаем, получается, работники, да, центра, но и привлекаем специалистов именно с района. То есть, да, именно специалисты МВД нам очень охотно помогают. Спасибо. Замечательную работу вы проводите. Еще у нас ватсап-вопрос поступил. Сколько нужно откладывать на сбережения, вот на черный день заработной платы? В процентном, наверное, соотношении, да? Ну, вообще, знаете, есть расчеты специалистов. Считается, что 10% от вашего ежемесячного дохода вообще должно идти на сбережение. Вот 10% не та комфортная сумма, которая уходит на сбережения. Так называемая финансовая подушка безопасности, наверное, многие про нее слышали, это как раз вот и есть те сбережения, которые нам помогут прожить какое-то время, если мы потеряем, допустим, постоянный доход или доход у нас уменьшится. Ну, не секрет, человек может уйти на больничный и долго сидеть на больничном, да, проболеть, и доход, соответственно, ежемесячно уменьшится. Человек может переходить с работы на работу, человек может просто потерять работу. Под сокращение попасть, и вот эта финансовая подушка безопасности, она поможет человеку прожить первое время. Специалисты рекомендуют, что вот размер этой финансовой подушки безопасности должен быть как минимум 3 ваших ежемесячных дохода, а лучше 6. Ну, вот это вот минимально, он варьируется от 3 до 6, но лучше, вот чтобы он был вот на полгода. Еще вопрос у нас есть. Я очень много трачу денег в Вайлберис, порой даже нечем заплатить за кварплату. Как перестать так шопиться и изменить отношение к таким покупкам? Здесь уже нужно пересмотреть свои цели. Нужна ли вам эта покупка, последующая, следующая футболочка или там что, маечка? Конечно, вот здесь надо цели ставить, прямо записывать свои расходы. Люди расходы не записывают, они как бы составляют в уме. Мы проводим каждый год мониторинг в 2021 году, в 2022, в 2023. и там у нас есть такой вопрос интересный, да, как вы копите свои средства, как вы боретесь со своими вот этими, скажем, отношениями к финансам. Здесь, да, люди в основном у нас приобретают покупку непосредственно, вот, случайные покупки есть. Да, на эмоции делаем. Пошли с подружкой, подружка заказала, там мне тоже такое нужно, по идее мы даже его не одеваем, эту блузку, да, или приобретаем, идем в магазин, ну, как у нас обычно говорят, магазин продуктовый, нужно идти сытыми. Это же есть такое. Да, я согласна. То есть, получается, проще, по-простому говоря, нужно записывать свои расходы. Расходы нужно записывать обязательно, потому что люди начинают один месяц, второй, и уже бросают. А по статистике, вообще экономические, вот эту, да, анализы сделать на основе трех или пяти периодов. Если вы продержались четыре месяца, вы точно будете вести дальше, и вот такую тетрадь. То есть, уже обойдетесь без эмоционального Да, у вас будет анализ по периодам, и вот вы посмотрите. Можно же не тетради воспользоваться, много есть мобильных приложений, которые сразу заносят расходы. Можно мобильными приложениями специальными пользоваться для учета доходов. Но они платные, поэтому люди обычно. Есть платные. Excel-таблицу можно сделать. Можно Excel-таблицу, да. Ну и вернемся, давайте, к началу нашего разговора по поводу финансового мошенничества. Татьяна Владимировна, на завершение дайте Якутианам несколько советов, как уберечь свои сбережения от мошенников. Ну, прежде всего, это всегда нужно перепроверять информацию. Если вам позвонили, написали, просят перейти по какой-то ссылке, сделать какое-то действие, не надо поддаваться вот на эти сиюминутные желания, влияния, что-то сделать, да. Нужно всегда вдумать, взять паузу, проверить всю информацию, только после этого принять решение. Многие люди у нас не знают, что можно обратиться напрямую в Центральный банк Российской Федерации к специалистам. У нас есть номер телефона, горячая линия 8 800 300 3000 или с мобильного просто 300. Можно позвонить и задать вопрос специалисту регулятора. И есть у нас приложение ЦБ онлайн, где в режиме 24 на 7 есть чат, туда тоже можно задать вопросы и получить ответ. Но приложение вот это ЦБ онлайн скачивает лучше с официального сайта Банка России Sibir.ru чтобы это было именно то приложение, которое нужно, а не переходить по ссылкам, если вдруг мошенники вам присылают ссылку, вы можете попасть на фейковое приложение. Нужно скачивать вот это. Ну и повышать уровень своей финансовой грамотности. Это обязательно. Немножко нужно быть подозрительным, недоверчивым, финансово грамотным, и тогда все будет хорошо. Спасибо вам за интересный разговор, за интересные советы. Я желаю вам удачи, всего доброго. На этом мы завершаем программу Якутск сегодня. Берегите себя, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok